Мы народ Молдовы! Жулики и моры, пять минут на сборе! Молдава! Молдава! Жусть в Африан! Пусть в Африан! Один честный выбор! Один честный выбор! Один честный выбор! Один честный выбор! Мы четко выступаем против беспредела режима Плохотнюка. Потому что режим Плохотнюка означает для простого гражданина Республики Молдова нищета. Режим Плохотнюка – это воровство. Режим Плохотнюка, который вынуждает каждый день наших сократен покинуть страну. Мы народ Молдовы! Мы народ Молдовы! Мы народ Молдовы! Из Кишинева приехало очень много. Для того, чтобы, может быть, скорее запугать, чем охранять вот несколько тысяч человек, которые представляют сегодня весь южный регион Молдовы. Которые собрались здесь, в Камрате, чтобы сказать «нет» беспределу нынешнего режима. И чтобы сказать «да» новой свободной Молдове. Я хотел бы сказать о том, как Плохотнюк обманывает и компрометирует Россию. И как ему в этом начал помогать лидер партии, лидер социалистов, президент Игорь Дадон. Дадон на выборах говорил, что он будет бороться против олигархического режима. Буквально за два дня до выборов он подписал личное обязательство, в котором взял на себя обязательство не сотрудничать с Плохотнюком. Из-за этого его поддержали очень многие люди. Здесь в Гагаузии за него почти все проголосовали. Наша партия тоже поддержала его во втором туре. Но сейчас мы видим, что он обманул нас. Он нас предал. Мы видим, как Дадон пользуется тем, что в Гагаузии, да и во всей Молдове очень распространены самые распространенные пророссийские настроения. Он фотографируется в России на Красной площади с самым популярным политиком в Молдове, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Но в то же время он лобызается и вступает в сговор здесь, на месте, с человеком, которого ненавидит больше всего людей в Молдове, с олигархом и бандитом Владимиром Плохотнюком. Это очень странная комбинация, которую мы понять до конца не можем еще. Ясно только одно, что они вступили в сговор и выражением этого сговора, таким вершиной, стало совместное голосование 5 мая этого года за смешанную систему выборов. Ивер Дадон бросил Плохотнюку, его партии, всему этому режиму спасательный круг, чтобы они могли остаться у власти, чтобы они могли дальше издеваться над Молдовой и грабить ее народ. «Долой режим Плохотнюка! Долой режим Плохотнюка! Жас Плохотнюк! Жас Плохотнюк! Жас Плохотнюк! Жас Плохотнюк! Вы знаете и видели, что вчера по публике, по всем сайтам Плохотнюка уже крутили против нас, что мы собираемся, что мы сгоняем, что мы собираем людей. Я вижу лица, я вижу всех, что все пришли сами, все пришли сказать «нет» преступному режиму, все пришли сказать «нет» тому, что они задумали. Почему? Потому что мы знаем, чем это может закончиться. Есть пример Гагаузии, где по спискам народное собрание проходило всего лишь два депутата от тем партии, но у них сегодня большинство здесь в Камраде и в Гагаузии, и тем партия контролирует как Камрад, так и всю страну. Тем партия сегодня, правящий режим, не дает работать тем примарям, которые были выбраны по нашим спискам от нашей партии, блокируют работу в Бельцах, блокируют работу в других городах, провоцируют коррупционным способом, покупают и вытягивают примарей. Спасибо, Камрад! РЕНАТО! 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 РЕНАТО Днем наша партия будет активнее и активнее проводить акции в разных регионах страны. Я хочу, чтобы сегодня вся страна узнала, что Дадон сегодня является новой куклой Плохотнюка. Это временная кукла, так же, как и другие политики, которые обслуживали его интересы. Дадон четко понимает, что все те, кто сотрудничали с Плохотнюком, они были им же уничтожены. Но сегодня для Дадона важны фотосессии. Он стал президентом не для того, чтобы побороть режим Плохотнюка. Он стал президентом для того, чтобы фотографироваться раз в два месяца в Москве. Для того, чтобы сегодня жить в Кондрице. Нам нужен был президент, который избавит страну от преступного режима. Нет, он сначала с Плохотнюком договорился весной, 16-го года, когда поменяли возраст президента. Вы все помните эту ситуацию? Если бы я пришел в классе Плохотнюка, Плохотнюк бы сидел на КПЗ в течение трех суток. А в первые сутки были бы арестованы 300-400 человек из его окружения по всей стране. Поэтому сегодня они боятся больше всего нас, они боятся нашу партию. Потому что понимают, что мы не ходим со сказками про причипы Володя. Сегодня нельзя прикрываться дружбой с Россией, а в это время сидеть в трусах у Плохотнюка под одеяло. И дурить всю страну, и делать всю страну идиотами. Поэтому мы идем вперед. Сегодня, когда ситуация зашла до маразма, вы все видели, что в трусах у Плохотнюка были разные политики. Был Лянка, Гимпу и многие другие. Но сегодня, когда в эти же трусы, где и так тесно залез Дадон, это просто меня убило. Поэтому сегодня жесткий Плохотнюк, долой режим, долой тандемт Дадона с Плохотнюка. Мы должны поднять всю страну, мы должны показать, что в Гагаузии сегодня нельзя обмануть всю Гагаузию, используя сегодня российские плаги. Я вас всех люблю. Молдова многонациональная страна. Жесткий Плохотнюк, жесткий застуров. Долой режим Дадона с Плохотнюка. Мы идем вперед. Мы обязательно победим. Победа будет за нами. Спасибо. Ренатур! 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 Может быть нравится, но есть боязнь к этой власти. Не надо бояться. Не надо верить тому, что вам обещают. Не верьте. Смотрите на тех примарей, которые сегодня находятся в их партиях. Они сегодня не имеют ничего. Ихние села точно так же убиваются, как убиваются все села в Гагаузии. Как убиваются все села на севере Молдавии и в центре. Они вам будут говорить, обещать деньги, но заберут у вас все, если вы что-то у них возьмете. Я верю в то, что все должно измениться. И это должно измениться благодаря только нам. Тогда, когда мы будем едины, мы будем непобедимы. Жаспаха пью! Жаспаха пью! Жаспаха пью! Жаспаха пью! Они соединили два проекта закона. И даже нельзя сказать, что соединили, потому что это один и тот же проект и закон. Он как будто на ксероксе сделан. Но они не забыли исключить из этого проекта закона то, о чем они кричали с экранов телевизоров. Что в этом законе будет предусмотрено, как снять депутата, если он не выполняет свои обещания. Там, в этом проекте законе, нет ничего о Приднестровье. И там нет ничего о наших матерях, братьях, сестрах, детях, которые находятся за границей. В очередной раз нас просто обманывают, потому что хотят удержаться любой ценой у власти. Но до тех пор, пока есть такие, как вы, им не удастся. И мы должны им четко сказать, что у них нет будущего, потому что мы народ Молдовы. Мы народ Молдовы! Мы народ Молдовы! Мы народ Молдовы! Теперь, дорогие друзья, я хочу зачитать резолюцию митинга нашей партии. Мы представители Южного региона Республики Молдова, участники организованного нашей партией в Камрате марша протеста против антинародного режима и митинга за свободную Молдову констатируем. Молдова остается захваченным государством, которое находится под полным контролем олигархической группировки в лице ДПМ и ее лидера Плохотнюка. К сожалению, в тандем с Плохотнюком вступил президент Дадон, который на недавних выборах обещал прямо противоположное – бороться с преступным режимом. Перед самими выборами Дадон публично подписал обязательство не сотрудничать с Плохотнюком. Он обманул сотни тысяч избирателей, в том числе и особенно здесь, на юге Молдовы. Сговор Дадона с Плохотнюком стал полностью очевидным 5 мая 2017 года, когда в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ вместе проголосовали за смешанную систему выборов. Фактически был совершен государственный переворот, цель которого – увести Плохотнюка от ответственности за содеянные преступления, помочь ему сохранить власть, чтобы дальше грабить страну и издеваться над народом. Молдова превратилась в государство, в котором появились политические заключенные, а против оппозиции обрушился вал репрессий. Главный удар этих репрессий принимает на себя наша партия. Власти продолжают проводить политику социального геноцида, направленную на уничтожение населения и изгнание его за границу. Продолжается необоснованный рост тарифов, который ведет к дальнейшему обнищанию населения. Зарплаты и пенсии не хватает на самое необходимое. Обещанное повышение пенсии обернулось очередным обманом. Зато повышение возраста выхода на пенсию – реально. Никто не борется с реальной коррупцией. Никто не собирается возвращать украденные из банков миллиард долларов. Подконтрольные режимы, силовые структуры и юстиция используются для зачистки политической оппозиции и передела сфер влияния в бизнес. Центральная власть закручивает гайки в отношении местных органов власти. В первую очередь тех, где у руководства находятся представители оппозиции. Их лишают полномочий и ресурсов для решения самых насущных проблем людей – водоснабжение, канализация, освещение, ремонт и строительство дорог, обеспечение школ, больниц, детских садов, борьбы с преступностью. Неугодных примаров и советников преследуют. Против них фабрикуют политически мотивированные уголовные дела. Их пытаются запугать и подкупить. Мы осуждаем политические репрессии, развязанные режимом против лидера нашей партии Рената Усатова, против Валентина Чемпоеша, Феликса Гринку, народных избранников и активистов от нашей партии по всей стране. Подобной антидемократической, порочной практике должен быть положен конец. Мы требуем прекратить незаконные преследования лидера нашей партии Рената Усатова, закрыть все сфабрикованные против него уголовные дела, обеспечить ему возможность вернуться на родину, нормально руководить примарией муниципе Бельцы и нашей партией. В Гагаузии все видели, как независимые кандидаты, избранные в народное собрание по одномандатным округам, вскоре после выборов оказались в кармане у плохотнюковского большинства. Обкрат эту систему в Гагаузии, они собираются распространить ее на всю Молдову. Такие махинации не имеют ничего общего с народным волеизвлиянием, с честными выборами. Мы говорим нет тандема плохотнюка Дадон, нет антинародной реформы избирательной системы. Мы призываем президента Республики Молдова, Игоря Дадона выступить за сохранение действующей системы избрания депутатов парламента, не поддерживать введение любой системы выборов, которая позволяет сохранить преступный режим плохотнюка. Мы требуем проведения парламентских выборов в полном соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотренными для свободного и демократического волеизвлияния граждан. Мы говорим нет росту тарифов и повышению пенсионного возраста. Требуем вернуть украденный миллиард, отправить в тюрьму реальных воров и коррупционеров. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти, дать местным избранникам возможность нормально выполнять свои обязанности перед гражданами, которые их избрали. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти. Наша партия остается подлинно народной партией, которая в сложных условиях захваченного государства и создание правящего тандема плохотнюка Додона продолжает борьбу за интересы людей, за освобождение Молдову. Мы идем вперед. Победа будет за нами. Потому что сила в правде! Сила в правде! Сила в правде! Сила в правде!